Всем добрый день! Снова с вами Марина Соловьева. Решила сегодня поговорить на тему поста. Так как сегодня первый день поста, и я что-то как-то решила соблюдать пост. Надеюсь, меня хватит на весь пост. Сегодня первый день. Нельзя ни пить, ни есть. Я с утра дочке сварила кашку манную, так как я не особо ее хочу. Поэтому даже не знаю, как я выдержу сегодняшний день. До 12 часов ночи нельзя сегодня ничего. Не есть, не пить. Следующее, что я хотела рассказать. Вот начала ростить волосы. Они у меня какие-то пока что еще и не длинные, и не короткие, и не ровные. Я их не крашу, дала им передышку за всю зиму. Во-первых, я не подстригалась. Во-вторых, я вот уже месяц больше, наверное, я не крашу их. И так думаю, что до весны я пока что еще побуду в таком состоянии, чтобы у меня голова отдохнула от химии. Вот уже там просить виднеется. Но меня-то не смущает, честно говоря. Как-то нет во мне такого, что, ой, там седая волосинка, у меня увидят, и мне надо постесняться, надо мне ее как-то быстренько замазать. У меня такого нет. Как-то я более просто отношусь. Не знаю, либо я не комплексую по этому поводу, либо как бы самодостаточная, что ли. Не знаю я, в общем. Не хочется сказать, что я излишне, конечно, там как-то к себе отношусь. Но нет у меня такого, что я не выйду из дома, не накрасившись. Что я там, как это, я буду там ниже, ниже плинтуса, если я выйду не накрашенная, не подкрашенная, не припудренная. Ну, в общем, выйду я и такая, как есть, и я себя чувствую вполне нормально. Так, что ли сказать. Хотя вот сегодня я накрасилась, накрашена была более ярко. Но мне это не понравилось. Я взяла спонжик и стерла с себя часть, большую часть, возможно, косметики. И осталось на мне то, что осталось. Я люблю более такое. Хотя в молодости, конечно, я красилась и ярко, и глаза. А теперь еще, возможно, и не выдерживает моя кожа. Излишний макияж. Поэтому стараюсь как можно меньше наносить на свою морду лица какие-либо посторонние всякие, ну, не знаю я как их обозвать, косметологические средства. И по поводу того, что я начала ходить на гимнастику. Ходить мне безумно нравится. Вот уже прошло три недели, как я хожу на гимнастику. Чувствую себя, конечно, по движениям гораздо лучше. Я уже два года не ходила на гимнастику. Поэтому, конечно, дома спортом не занимаюсь. Нет у меня дома условий для того, чтобы заняться и что-то там в себе. Либо пресс качать. Хотя раньше, когда была помоложе, я выходила просто на балкон. И на балконе могла растяжки делать какие-либо хотя бы. Вот. Теперь, конечно, я, думаю, можно сказать, почти не занимаюсь. Ну, хотя единственное, что могу с палкой упражнения поделать, либо на круге покружиться. В общем, вот такие упражнения. А особо у меня ни ноги в стороны поднять, ни самой растянуться. В общем-то, нет возможности. Тут дочери говорю, вот, ну-ка попробуй. Вот так, вот так вот. Она села. Села, ноги выпрямить некуда. Руки в стороны тоже не получается. Хотя, говорит, вот тебе не лень ходить, что вот куда хожу, далеко идти. Я говорю, нет, мне не лень, мне нравится, меня устраивает. Вполне естественно, не одна я. Там ходят две группы. Одна раньше, другая чуть позже. Поэтому я чувствую себя прекрасно. Прекрасно, особенно, когда, если ты не один, а педагог, там, ну, не педагог, конечно, руководитель, даются последовательно упражнения на все группы мышц по порядку, как положено. В общем-то, я считаю, что вполне естественно и всем, всем посещать какие-то вот такие вот физкультурные занятия. И, конечно, они у нас есть в городе, но они платные. Здесь я хожу бесплатно посещаю. И очень мне нравится. Можно и обруч покрутить, и повисеть на... Шведская стенка, что ли, она называется, для того, чтобы растянуть позвоночник и растяжки сделать. В общем, я очень довольна. И плюс еще, не хочется сглазить, но поговорила я с руководителем с нашим, так как у меня очень много времени, я уже не до дому прийти не могу. Вот после того, как позанимаюсь в школу, ребенка забирать еще рано, и у меня где-то 2 часа выпадает, что вот в никуда. Так, ладно, если там за продуктами нужно или куда-то сходить по делу, а если никуда не нужно, то как-то, в общем-то, не очень мне нравится, что время выпадает много. Но красота требует жертв, что сделать. Последнее время стала брать с собой какую-то работу, либо вязание, и занимаюсь там, пока ожидаю дочку. И еще подошла я к руководителю, насчет того, чтобы 2 занятия посещать. Она говорит, так одно и то же, неинтересно, что. И предложила мне посещать еще тренажерный зал. Так что вот после занятий с завтрашнего дня, надеюсь, если удастся, возьму камеру с собой и покажу, как это будет выглядеть. То есть вот я занималась группой, сделала упражнения на все группы мышц, растяжки, и все прочее, покрутила обруч, и пойду в тренажерный зал. Я не знала, что там находится еще тренажерный зал. Это, конечно, для меня очень удивительно, и прямо вот волнительно. Так мне хочется попасть, чтобы вот именно попасть еще и в тренажерный зал, так как, конечно, я рада, что вот мы делаем упражнения, упражнения делаем либо с мячами, либо с палками, либо идем просто так. Либо на скамейке. Вот чередуются различные виды упражнений, что не зацикливаемся на определенном, на чем-то. Вот. Ну, и у меня червячок-то вот где-то там пол-то что-то. Дело в том, что раз у меня поясница в таком беспокойном моем состоянии, она у меня постоянно болит, постоянно у меня там что-то боли, дискомфорт. И смотрю передачи. Мама у меня, если тоже посмотрела передачу, звонит, включает там, показывает, что про грыжи там, про все, что это, про позвоночное. И как вот делают вот силовые именно там, что вот именно на тренажерах упражнения, что подвешивают определенный груз там к ноге и к ногам или как-то там, и что вот под воздействием. Вот у меня с одной стороны получается, вот я три недели хожу, и иногда бывает хорошо сделаю, иногда у меня такая боль, что я не могу даже согнуться. И поэтому бывает, что вот что-то оно у меня там не дает, как бы чисто физиологически, там вот какая-то скованность вот именно вот в каком-то в определенном участке организма. И нужно вот, я чувствую, вот я просто посмотрела передачу и чувствую, что мне нужно вот что-то такое там, вот что именно вот под силой, что вот эти мышцы, чтобы растянуть, не знаю, что там, конечно, за тренажер, может быть просто велосипед обычный. Но если я буду одна там, я, конечно, поснимаю с огромным удовольствием. Так что будем надеяться на лучшее. Хочется, мне очень хочется попасть в тренажерный зал. Конечно, у нас нет специалистов такого профиля, к которым можно было подойти мне с моими проблемами спины. Хотя с огромным удовольствием бы к кому-то попасть. Хотя у нас Костоправ приезжал, но это было лет 16, наверное, назад. И вот у меня тогда начались боли страшнейшие. Я не могла даже чайник поднять. У меня боли были сбоку на бок. Я только перекатывалась. Хотя сейчас у меня тоже самое было, можно сказать. Но пытаюсь восстанавливаться уже своими силами. И вот начала я к тому, что приезжал у нас в районную больницу Костоправ из Каменска. Не знаю, где мне его можно найти. Приезжает ли он вообще сейчас. У меня как бы нет связи. Раньше у нас знакомая работала. И вот она посоветовала. И я после первого приема к нему вообще у меня перестала болеть поясница. Что у меня вообще исчезли боли. В течение, я не знаю, в течение какого времени у меня боли вообще не было. Хотя мне потом уже говорили, о, Костоправ, да ты что? Может вообще там что-то нарушить? И вообще потом встать не сможешь, что ли. Ну, не знаю. Мужчина ниже меня ростом. Как-то так очень-очень аккуратно, что ли. Ну, хотя хрустела у меня спина порядком, когда вот я ходила к нему. И, в общем-то, мне очень понравилось на тот момент. И пока я где-то вот не оступилась, когда я оступилась, я почувствовала резкую боль. То есть, видимо, либо что-то ущемилось, что-то где-то, и моя боль вернулась на место. Но я старалась как бы вот делать упражнения подобные тем, как вот он меня там поворачивал. Ну, в общем, пыталась. И у меня получалось, что позвонки хрустнут, там встанет на место, и, в общем-то, и нормально. Боль исчезает. Теперь дошло, конечно, до того, что у меня это не поворачивается, не встает на место, и поэтому я уже пошла на гимнастику, так как я думаю, что сильно много прибавила в весе, и у меня все-таки жизнь у нас не такая уж сладкая. дает о себе знать, и нервные мышцы, вот эти вот все, они закатываются, и вот, ну, прямо вот где-то вот в спине, прямо такими шишками. И все это, конечно, нужно разрабатывать. Вот что я и пытаюсь делать. И еще записала Анастасию в бассейн. Сходили мы уже четыре раза. Настя довольная. Хотя ходили вчера и позавчера. Два дня сподряд. Вообще-то по субботам мы ходим, но нам предложили, что в воскресенье придете. Я, конечно же, не отказалась. Ну, хотя, конечно, для нас это дорого. 300 рублей занятия. Занимаются с ней, если кто видел видео, индивидуально, так как в воде она, вообще она воды боится. Ну, что ребенок может с парализованной стороной там в воде не удержаться? Мало ли, если что, она полетела, захлебнулась. Я, если с берега, то мне ее не поймать. С берега. Ну, в общем, если я не в бассейне. Если мне в бассейне, значит, это мне еще нужно платить за справку, делать справку и тоже присутствовать при ней. Но я так как и так ее натаскаюсь в автобус, с автобус, как бы, ну, не то, что таскаю, но придерживать постоянно приходится. Так как вот уже несколько раз под газель чуть не улетела. Газель останавливается от остановки вот где-то вот на сантиметров 30-40. И бывает, что вот она туда прямо аж оступится и приходится все. И это с моей спиной. Ну, что делать? Вот. И поэтому решила я ее поводить. Сходили мы два дня с подряд, но для нее тяжеловато. И вот вчера она уже говорит, ну, что слабовато она, что уже ленится. Поэтому посещать будем только раз в неделю. Но хочется обратить внимание, что вот третий или четвертый, четвертый раз вчера вот мы были в бассейне. Настя, конечно, уже значительно, она ножками уже наработалась вчера до такой степени, что сегодня проснулась, говорит, мама, у меня живот болит. Я говорю, он у тебя внутри болит или он у тебя снаружи болит? Она говорит, ну, это у меня, наверное, ой, забыла, как она назвала. Не мышцы? Вот она не мышцы назвала, это он, нет, не сосуды. Ну, все, вот спросить у нее, если... Настя! Не услышит. У нее там планшет включен. Услышала. Подойди, пожалуйста, сюда. Сейчас прибежит. Сейчас мы у нее спросим у самой, как она ответит нам, что у нее болело. Но вчера занималась она очень хорошо. Я уж каждый день постоянно камеру не ношу с тобой. Иди, пожалуйста, сюда. Здоровайся. Привет! Скажи нам, пожалуйста, вчера куда ты ходила? Я вчера ходила в бассейн. И что там? Что ты, как работала? Ногами. Как ты ими работала? Вот ручками можешь? Дрыгала. Дрыгала ногами, да? Дрыгала. Вот так. Вот так дрыгала ногами. А сегодня что? Проснулась? А когда я сегодня проснулась, у меня заболела кость или сустав? А, сустав. Все, вот она говорит, сустав у меня заболел. Ну, очень мне нравится, конечно, занимается, как она. И еще я вчера в воду нырнула. Нырнула. Там дети ходят еще группой. Отдельно с группой занимаются. Человек 6-7 бывает. Но они вначале... У нас там два бассейна. Один большой, как бы вот... Ну, не для взрослых, конечно, Ну, большой один бассейн и один вот детский. В детском вода теплей. И там не так глубоко. И вот сначала дети с группой, которые занимаются, они в большом бассейне плавают. А потом уже тренер их приводит в маленький бассейн. И они начинают брызгаться. Настя прячется, конечно. Так как она боится и воды. Когда на нее даже брызги попадают. Ну, вот вчера, видимо, удалось нырнуть немножко. Два раза или три. И так как дети ходят в очках, вот нам тоже надо стало, чтобы... Доказать, что я хочу очки. Доказать. Тоже хочет очки, просит очки. В общем, теперь будем смотреть еще очки. Чтобы, может быть, она, если в глаза не будет попадать вода, будет более, что ли, уверенно, вот что в воде. Что если на лицо будет попадать, может, не так будет реагировать, чем в глаза. Ну, еще там у нас, что, хлорки много, поэтому... Еще я сам познакомилась с Настей. Настя это ее тренер, которая с ней занимается. Я ее обожаю, делаю ей всегда подарки. Ну, все, спасибо. Пока-пока. Не, она еще с тобой видела. Ну, все, я выключаю. Пока-пока. Пока-пока. До новой встречи. До новых встреч.